Итак, доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать Тору. Наши традиционные уроки Торы с 10 утра до 10.20 утра, кроме субботы, мы стараемся с Божьей помощью изучать божественную мудрость, которую получил еврейский народ через Маше Рабейну, и которая называется Тора. Тора и мы сейчас закончили притчи царя Сламона, а сейчас мы изучаем книгу, которая называется «Свиток Эстер». Свиток Эстер, и эта книга рассказывает нам о событиях, которые произошли 2500 лет назад. И рассказывая об этих событиях, мы узнаем, изучая эти события, мы узнаем, как работает мир. Как работает мир, какие тут законы существуют в духовном мире, которые влияют на нашу жизнь и определяют. Духовное определяет материальное. То есть все начинается, даже если мы возьмем человека, то у него мысль определяет то, что с ним дальше будет. То есть его мысли, казалось бы, что такое мысль? Мысль это вообще ничего, да? То есть в мыслях я сейчас вот только что пробежал марафон в мыслях, 42 километра. Вот я просто стартанул и закончил в мыслях. В мыслях я только что слетал на Луну и обратно. Понятно. То есть мысль, она очень легкая, быстрая и такая она прямо безграничная. Потом эта мысль, она реализовывается с большим трудом в материальном мире. Слава Богу, у меня и отец, и дочка, все, слава Богу, слава Богу выздоровели. То есть Всевышний, он нам дает разные в жизни события. Причем болезни это такое серьезное очень событие, для того, чтобы мы вспоминали, кстати, о Всевышнем. Потому что так как человек молится, когда, не дай Бог, с ним что-то случается, в обычной жизни он не молится. Типа, да, смысл молиться, зачем? А как? Как тревога, так до Бога. Как? Я слышал такую очень интересную еще, смотри, очень интересно я слышал такую, как идею, что в падающем самолете атеистов нет. В падающем самолете атеистов нет, потому что все начинают молиться. Я это наблюдал много раз своими глазами. Когда самолет начинает трясти, то каждый начинает прямо вот так вот, Господи, я тебя прошу, спаси, значит, спаси. И я уже рассказывал это много раз, что есть такая история, метафора такая, да, что в раю на самом главном месте находится место водителя такси, который вез людей на страшной скорости по горной дороге. Почему? В его такси все становились религиозными. Все начинали молиться, обещали Богу сделать все только что можно, лишь бы доехать. И есть вариации этой же истории про зубного врача. Кстати, про зубного врача у меня лично есть записи. Мне когда-то вырывали 4 часа зубмудрости, его пилили. Это было страшно. И я вам скажу, я в это время вспомнил все свои вещи, когда я что-то не так делал. Я раскаивался, я просил Бога, чтобы он мне помог. И я давал обещание, что если сейчас все закончится хорошо, то, и у меня есть прямо одна заметка в телефоне. Мои обещания в кресле у зубного врача, она называется. Как я Богу обещал, что обещал в этом кресле. Все, слава Богу, у дочки все хорошо. Отец тоже вышел из больницы. У меня за эту неделю было два раза. Отца забрала скорая помощь, и он был в реанимации. И вышел нормально вообще, слава Богу. И дочку вот в этот шаббат тоже забрала скорая помощь. И тоже сегодня я выписываю. Слава Богу, все хорошо заканчивается. Хорошо, мы изучаем Меделат Эстер. Свиток Эстер рассказывает нам о событиях, которые произошли 2500 лет назад. Подоплека событий. Царь на выходной цар разрушил первый Иерусалимский храм, и еврейский народ переселил в Вавилон. Вавилон переселил всех. Он говорит вот так вот. Он был как Сталин, и он менял местами народы. То есть, это была такая стратегия у древних царей, которые очень сильно боялись восстания, и они понимали, что восстание – это смерть. Так они, народы, которые они захватывали, они их часто сменяли с места на место, переселяли, чтобы оторвать их от корней. Сталин, он не был первый диктатор, который до этой стратегии додумался. И вот, значит, в это время евреи жили на территории, которая называлась Вавилон. На выходной царь был царем Вавилона. Вавилон – это был город Вавилон, который властвовал на тот момент над огромной-огромной историей, над огромной территорией. Эта территория состояла из разных государств, которые Вавилон захватывал, и в этих государствах в них вырастали часто свои правители, и там была Персия, Мидия, ИЛМ. Было много с разными названиями государств, которые были такие, как все были военные в то время. Все воевали, как Спарта, да? Только Спарта была намного позже. Значит, они все постоянно воевали, потому что средняя продолжительная жизнь была около 40 лет. В принципе, никаких особых заработков не было в то время, да? Какие были заработки 2400 лет назад. И вырастали мужики такие, да? Они вырастали где-то в 20 лет, они уже были крупные. И у них не было шансов. Было очень дикое такое построение общества. Люди были тогда намного ближе по своей ментальной структуре к животным, чем сегодня. И все было через силу захватить, забить, убить и сожрать. И вот они, значит, постоянно эти города, они восставали против правителей. Значит, когда они захватывали, они сразу вырезали всех мужчин, женщин насиловали и в рабство. В общем, была страшная, дикая жизнь в то время. И рассказывается как раз в Меделат-Эстер, Свиток-Эстер, когда, значит, на выходный цар разрушил первый храм, увел еврея в Вавилон. И было пророчество, у пророков было пророчество, что вот это вавилонское изгнание продлится 70 лет. И вот заканчиваются эти 70 лет. В это время начинается Свиток-Эстер. Мы прошли, сейчас мы находимся, первая глава. И, значит, и было в дни Ахашвироша, это мы вчера изучали. Он Ахашвирош, который царствовал от Оду, от Индии и до Куша. Куш это Эфиопия, Африка. Значит, Шева Вейстрим, ВМ Медина. Значит, в то время он царствовал над 127 странами. В то время был такой человек Ахашвирош. Он вначале захватил власть в одной из маленьких стран. Потом он захватил власть в 7 странах, в 20 странах. И захватил власть во всей империи. 127 стран, это 127 областей. И он захватил эту власть. И он стал, уже тем он стал царем. Второй отрывок. И в эти дни, когда сел царь уже, он стал царем Ахашвирош, на трон своего царства, который он установил в свою главную столицу. Шушан это Сузы. Сузы, древний город Сузы. И он говорит, вот я буду сидеть в Сузах. Это будет столица моя над 127 государствами. И я буду сейчас, значит, из этих Суз, я буду праздновать, буду властвовать. Значит, третий отрывок. Значит, на третий год царствования он собрал огромный пир для всех министров и рабов своих. То есть он, так как он поднялся в одном маленьком городе в начале, то он собрал вокруг себя те, кто ему помогли войти на власть. И он, значит, когда он уже стал царем над всеми 127 странами, что он сделал? Значит, у него психология царя. Вокруг одни восстания. Все хотят его убить. Все против него. И он, значит, собирает всех правителей всех 127 стран. У себя собирает, как съезд был съезд народа в СССР. Знаете, был Верховный Совет СССР. В СССР было 15 союзных республик. В каждой республике было там, например, по 7 областей. Вот 15 умножить на 7. Сколько будет? 105. Значит, по 8. 15 на 8 – 120. Вот плюс-минус его страна была, как бывший Советский Союз. 15 союзных республик. В каждой республике по 8 областей. И он собирает всех руководителей всех союзных республик и всех областей. Собирает себе в столицу. Но, вот обратите внимание, третий отрывок он пишет так. На третий год, когда он поднялся на самую большую власть, он сделал пир, огромный пир. И собрал всех министров. Вначале своих министров. Свою ближнюю, такой круг. И своих рабов. Свою стражу. Своих военных. Он собрал Совет Безопасности. И потом посадил на этом пире. А потом Сарей Амеденот. Потом он министров из всех остальных стран своих подвластных он посадил. Лифанав. И всех он усадил перед собой. Усадил всех он перед собой. Зачем он это сделал? Четвертый отрывок. Барото эт ошерковод Малхуто. Вет якар тиферет гдулято ямим рабим шмуним вемет йом. Значит, для того, чтобы им показать богатство и почет своего царства. Чтобы вызвать у них уважение своим великолепием, своего величия. И продолжалась эта вся история 180 дней. 180 дней продолжался съезд вот этих вот всех главных людей в этих государствах. Напомню еще раз. Если вы откроете Витипедию и посмотрите, как в то время правили цари в той территории, то вы увидите, что там был Ксеркс. Историки говорят, что Ахашвирош вот этот, это Артаксеркс. А есть, которые говорят, что это Ксеркс. Ну, один из царей того времени. Значит, если вы почитаете, то у них было каждый год восстание. В каждом восстании тот, кто побеждал, вырезал всех, кто был против него. Опять восстание, опять вырезали. Опять дворцовый переворот. Убили брат, брата, сын брата, сын отца. То есть, вообще полная такая была резня страшная, да. И, значит, главное было у того, кто пробрался на власть, удержать эту власть. Я вам скажу, зачем мы изучаем каждый год, две с половиной тысячи лет, Медилат Эстер. Каждый год, вот сейчас мы приближаемся к празднику Пурим, мы изучаем Медилат Эстер, которую написали пророки, для того, чтобы понять, как работает мир. И вот мир работает так. Работал, работает и будет работать. Тот, кто залез на власть, для него самое главное, эту власть удержать. Он все, он уже после этого ничего не видит, только удержать власть. Значит, и он показывает свое великолепие, своего богатства. Говорят наши мудрецы-комментаторы, что он, когда он стал царем, то он хотел показать свою неограниченную власть. То есть, есть монархии, например, как в Англии, где монарх имеет ограниченную власть. Он такой свадебный генерал. Есть монархии, где царь имеет неограниченную власть, он может убивать, казнить и так далее. И когда он сделал вот этот вот пир 180 дней, он хотел, хотя до этого было какое-то ограничение у царской власти, но когда он их собрал, и 180 дней он их держал и поил, и он каждый раз доставал из сокровищниц, доставал сокровища, это были сокровища страны. И он им хотел показать, все здесь мое, все мое. То есть, нет такого, что в этой стране есть что-то не мое. Значит, дальше, пятый отрывок. Значит, когда закончили 180 дней, он собрал жителей вот этой столицы, которые были, именно жители столицы, в которой он сделал свой трон, да, и от большого до маленького. И он говорит, послушайте, говорит, вот если вы думаете, что вы кто-то здесь чем-то отличаетесь, никто ничем, показал Ахашвирош. То есть, что вы министры всех этих ваших стран, что мои жители столицы, вы все равны, от большого до маленького, и, значит, для меня нет никого, кто был бы хоть близко ко мне приближался. Значит, и дальше шестой отрывок описывает, как это все было устройство в то время. Хур, Карпас, Ветхели, Тахус. Вот мы сейчас смотрели весь мир, там, 110 миллионов, смотрели фильм про какой-то дворец. Две с половиной тысячи лет назад идет в шестом отрывке свитка Эстер, идет описание дворца, который себе построил царь Ахашвирош. Хур, значит, занавеси из белой ткани, хлопок, какие-то пурпурные занавеси, они были закреплены пурпурными шнурами на серебряных прудях и на мраморных колоннах. Золотые и серебряные ложа стояли на полу из красного, синего, белого и черного мрамора. То есть, 2500 лет назад книга Эстер, вот можете открыть, посмотреть, почитать, она входит в, это одна из книг письменной Торы, она же входит в христианскую Библию, как одна из святых книг. И там описывается полностью дворец царя Ахашвироша, который из простых людей стал царем, и он хотел всех удивить своим богатством. И он, значит, седьмой отрывок значит, и он всех поил из сосудов золотых, из сосудов, и дальше вот тут интересно. Уже 2500 лет назад передается свиток Эстер, дословно, буква в букву, и даже мелодия, на которой его произносят, его читают два раза в праздник Пурим, вечером и утром. Его читают в синагоге, когда собирается весь народ, эта история, она передается уже 2500 лет. Именно даже нюанс, как передается эта история, все регламентировано. И когда вот этот отрывок седьмой произносят, произносят его так. Значит, вот этот вот сосуды из сосудов других произносят очень как-то так особенно. Значит, мудрецы говорят, а чего это так особенно произносят, вот эти вот сосуды из сосудов разных? Почему отличия? Уже же сказали, поили из сосудов золотых, были кубки золотые, и какие-то еще сосуды разные. Выяин, молху, травки, яда, мелых. И вино было в этом царстве как под царской рукой. Значит, смотрите, когда вавилон, когда вавилонский царь Навходнецар, он разрушил первый храм, в храме были сосуды, это были святые сосуды золотые, которые использовались для храмовой службы. И он сказал Навходнецар, кто такой бог вообще? Кто этот бог? Я разрушил дом бога, я забрал эти сосуды, но он боялся пить из этих сосудов, и они хранились в сокровищнице. Он боялся, потому что было пророчество, что это не он разрушил первый храм, не Навходнецар разрушил. Вышел пророк, я не помню, или Ирмияву, кто-то из пророков, и он сказал, от имени бога, вы, говорит, разрушаете пустой дом, меня уже там нет. За грехи еврейского народа я ушел оттуда, и храм на небе, который он разрушен в духовных мирах, вы разрушили уже просто развалины, там нет ничего. Но через 70 лет они исправятся, и через 70 лет они вернутся и построят второй храм. Это было пророчество, и Навходнецар, он все-таки был такой вменяемый немного, и они лежали спрятаны, эти сосуды. Теперь закончилось 70 лет, но было непонятно, с какого момента считать 70 лет изгнания. Или с момента разрушения храма, или с момента до этого прекратили жертвоприношение в храме за несколько лет, или там с другого момента. В общем, было непонятно, с какого момента считать. И предыдущий царь, который был до Ахашвероша, который на короткое время захватил власть, я помню, после Брежнева, когда умер Брежнев, сменилась там Андропов, Черненко, они по несколько месяцев правили и умирали. Кто-то год, кто-то несколько месяцев, и потом уже Ельцин появился, Горбачев, Ельцин. В общем, был период, когда было несколько еще руководителей бывшего Советского Союза, которые быстро сменились. И до Ахашвероша был царем короткое время, Корыш, по-моему, его звали, и он достал эти сосуды, и он умер. Появилась какая-то рука, что-то там написала, какая-то мистика, и он умер. И опять сосуды спрятали. Но Ахашверош, который захватил уже власть, он прошел этот пир, 180 дней, и он говорит, не сбылось пророчества, не сбылось пророчества, доставайте сосуды из храма, будем из них бухать вино. Значит, он уже напился, будем пить. И здесь мудрецы наши говорят, что была еще одна очень проблемная ситуация на этом Перу. Какая была проблемная ситуация? Что он пригласил евреев в Вавилоне, они имели самоуправление, был у них глава, был свой суд. То есть они жили как отдельный такой внутри Вавилона, они жили в отдельной общине. Хотя у них, они были расселены по разным городам, по всем 127 странам они были расселены. Но у них было единое управление, и при Вавилонском царе был глава еврейской общины, он занимал в государстве третье место. Был главный этот царь, был главный его советник, и третий по важности и по усилию, это был глава еврейской общины. И значит, когда Ахашвирош устроил этот пир, 180 дней, он позвал и евреев. Теперь, и он хотел этим пиром показать, что он неограниченный царь, и нет над ним никого, даже там Бог его не интересует. И еврейские мудрецы, они очень задумались, идти на этот пир или не идти на этот пир. И в итоге, главы еврейской общины пошли на этот пир. Это была большая проблема, они пошли на этот пир. Говорит предание, что они взяли с собой кошерную еду, пили они кошерное вино, но то, что они пошли на пир, который был как бы праздником того, что есть в мире неограниченный царь, и это царь Ахашвирош, это была огромная проблема. Огромная была проблема. Ну, в общем, поил он всех из этих сосудов храмовых. И, значит, восьмой отрывок Иштия, вот это вот питье было, как переводят очень красивым словом, а питье шло чинно. Значит, шло оно все по каким-то очень, знаете, как ритуальным, вот как есть этикет. Шло, в общем, это обухалово шло по этикету, никто никого не принуждал, и, значит, все делали, как по воле Ишва Иш, по воле каждого. То есть, были специальные люди, которые за всем наблюдали, и которые, как церемонимейстеры, да, которые там тамады такие были, местные тамады. Девятый отрывок. Вот сейчас девятый отрывок, мы сегодня на нем закончим. Гам Вашти Амалка Астами Ште Нашим Бета Амалхут Ашерля Мелех Ахашвирош. Девятый отрывок. И также Вашти, царица, сделала пир для женщин в доме, в царском дворце, который принадлежал царю Ахашвирошу. Значит, вроде читаешь, ну, царица, понятное дело, есть царь, есть царица. Звали ее Вашти. Имя такое странное для нас сегодня, Вашти, имя. И она сделала пир для женщин. То есть женщины были отдельно во всех восточных древних народах. У женщин было отдельное положение. До сих пор мы видим, что, например, арабские женщины, они скрывают лицо, ходят в хиджа, паранжа. То есть они держатся отдельно. У них есть отдельные там гаремы, которые, за которыми наблюдают вот эти вот евнухи, да, у которых им обрезали хозяйство, чтобы они хорошо наблюдали за этими женщинами, их не трогали. То есть женщины, они были отдельно. Теперь говорит нам предание. Кто это была эта царица? Когда Ахашвирош захватил власть, он, его главное, вот об этом надо помнить, что главное, весь свиток эстер, все 10 глав, главная идея Ахашвироша везде, это удержать власть. Он боится. Он боится, что его свергнут и убьют. Это главный страх любого царя на протяжении всей истории человечества, что его свергнут. Иван Грозный убивает своего сына, Сталин застрелил свою жену. То есть все, когда мы смотрим на правителя, мы думаем, что он крутой. По факту правитель боится больше всех, потому что на протяжении всей истории люди, которые долезли до вершины власти, это все они там, как пауки в банке, они все как такие бультерьеры, которые, если они уже долезли до подножия власти, вот они, вот царь горы, а вот вокруг него ближний круг. Так этот ближний круг от него же не отличается. Они все хотят его убить. То есть раз они лезли всю гору, они такие натренированные, они такие бойцы. То есть они, чтобы долезть до вот этого круга, а у них у всех вот так вот тоже руки по локоть в крови, или они хотят этого. И значит, вот это вот, они долезли туда, а тот, кто сидит на вершине, он сидит с двумя пистолетами, ночами не спит, лишь бы его не убили. И Ахашвирош, он женился на царице Вашки, которая была тем, она была внучка, внучка на выходные цара. Он решил породниться с царской семьей, потому что для большой части народа все-таки они думали, что царь от Бога. Они понимали, что тот, кто на вершине горы без воли Бога на эту вершину не залезет. Мы учили в Мишле, что сердца царей в руках Бога, и Всевышний управляет миром через царей. И все-таки цари, это было что-то такое, ну такое вызывало у простого народа большой трепет, трепет и страх. И царей любили. Несмотря на то, что они были, такие они были страшные, но большая часть народа почему-то царей любила и восхищалась. И у них был вот такой вот трепет перед царем. Поэтому Ахашвирош женился на вашке, которая была внучка на выходные цара. И он породнился царским родом. То есть он стал царем, потому что он был самый богатый, потому что он захватил власть, и потому что он женился на внучке предыдущего царя. Все. И она тоже сделала пир. И вот тут, ладно, завязка. Я вам расскажу следующее, что было. Что было дальше. Ну, не успеем. Ладно, 10-11 отрывок. Это мы завтра тогда пройдем. Дальше начинается просто детективная история. Он зовет эту вашке. И завтра встречаемся с 10 до 10.25. И узнаем, что было дальше. Давайте подводим итог. Итог такой, что царь, который захватил власть, он старается эту власть удержать, и для этого он использует богатство, силу, и что он еще использует? Он старается породниться с царской властью до него. Интересно, что царь Соломон, мудрейший из людей, он женился, теперь понятно, почему он женился на 700 цариц. Он женился на дочке фараона, он женился на всех. То есть он пошел другим путем. Он решил никого не захватывать, а просто жениться на дочках всех правителей, которые были вокруг, и через дочек привести их к служению Богу. Это был такой расчет у фараона. Ахашварош думал по-другому, и мы узнаем, что из этого вышло. Все. Удачи, успехов всем. До завтра. Счастливо. Всем хорошего, прекрасного дня. Счастливо. 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 Счастливо.